Из двух сотен тысяч казахстанских солдат, попавших в плен во время Второй мировой войны после освобождения Европы от фашизма, на родину вернулись только 30 тысяч человек. Что стало с остальными сотнями тысяч воинов-казахстанцев, неизвестно до сих пор. Несколько лет назад в результате поисковой работы стали известны фамилии восьми наших солдат, погибших в годы Второй мировой на территории Бельгии. В день 70-летия Победы поклонится могиле одного из них Нураддина Бесенова, приехал его родственник. О судьбах тех, кто так и не вернулся из плена в репортаже нашего корреспондента Жанат Эрнст. Геннское кладбище – самое крупное захоронение советских солдат, погибших здесь в годы Второй мировой войны. Перезахоронение останков прошло в начале 90-х. Все эти годы за могилами советских воинов бережно ухаживали бельгийцы. На каждом надгробии – инициалы и даты их рождения и смерти. Здесь покоятся останки двух казахстанских воинов. До недавних пор их считали пропавшими без вести. Благодаря усилиям казахстанских дипломатов, военных и журналистов, в этот знаменательный для семьи Бесеновых день имя казахстанского солдата, погибшего здесь на Лимбургской земле в годы Великой Отечественной войны, восстановлено на табличке и его могилы в бельгийском городе Генке. Он ушел на фронт в 41-м году. Его жена и сын получили только несколько писем, и после этого он читался о пропавшем без вести. Сегодня у него внуки и правнуки. Мы очень благодарны нашему посольству, военным журналистам, всем, кто помог найти его могилу. Я смог привезти к его надгробию частицу родной земли, а для своих родственников увезу и горсть Лимбургской земли. Желаю всем людям на земле мира и процветания, без войн и лишений. Имя второго воина казахстанца, захороненного здесь, Уалиев Тогайбай Уалиевич. Он родился в 1905 году в Семипалатинской области Казахской ССР и, как Нурадин Бесенов, был расстрелян в Бельгии в апреле 44-го. Необходимо помнить все ужасы той войны, которые были, тот большой вклад, который советские люди внесли в победу эту великую. Поэтому для молодых поколений очень важно все это дело знать, всю эту информацию передавать им, для того, чтобы они участвовали во всех этих мероприятиях, видели все это и передавали другим, для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Безымянных солдатских могил на бельгийской земле еще очень много, поэтому поисковая работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут раскрыты имена всех погибших в ту лихую годину. Жанат Эрнежо Мартахметов, Бельгия, Брюссель. Жанат Эрнежо Мартахметов, Бельгия, 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 Бель Продолжение следует...